Девушки отдыхают Максим Владимирович, он аспирант Мехмата МГУ. И вообще, говоря, он скоро, наверное, будет уже кандидатом наук. Так вот, как-то вот я вам... Можно побурчу немножко я на вот эти вот экзамены? Бурчание такое, что я вот глубоко уверен, что если человек знает там математику, физику, или что он там... Вы-то готовите к математике вам, да? Ну да, вот если он знает предмет, скажем, да, то, понятное дело, в любой форме экзамен он по нему сдаст. И вот эти вот экзамены, которые вот ЕГЭ и ЕГИА, мы вот по-стариковски называем игрой в крестики-нолики, потому что там вот какие-то крестики стоят, где-то отмечать, выбирать вопросы. Ну, в общем, еще в математике-то более-менее там все-таки приходится решать, да, задачку, ну, чтобы ответ дать. А вот в какой-нибудь истории там... Кто победил в войне с Наполеоном, да? А, например, там варианта... И четыре варианта ответов надо дать, да? Вот суметь, да? Вот какие-то такие вещи. Так вот, расскажите, в чем проблема у детей, и как вы их решаете? Вы, кстати, руководитель Центра подготовки вот к этим сам ГИА и ЕГЭ, и Центр ваш называется «Красивое развитие». Да, совершенно верно. Да. Вот так вот. Ну, так расскажите, как дети-то? Во-первых, УГЭ и ЕГИА – это одно и то же. Просто раньше это называлось ГИА – государственная итоговая аттестация. А теперь это называется УГЭ – общий государственный экзамен. Ага. Это все новый вид выпускных экзаменов после девятого класса. Причем, обратите внимание, все они письменные. Да, все они письменные. Так. Созданы они были для того, чтобы унифицировать процесс сдачи выпускных экзаменов. То есть раньше какая была система? Раньше каждая школа после девятого класса сама себе придумывала экзамены, сама себе придумывала критерии оценки. Они сами проводили эти экзамены выпускные, сами их оценивали. В таких условиях довольно сложно собрать какую-то статистику и понять, какая школа готовит лучше школьников, какая школа готовит хуже и так далее. Когда есть единый стандарт сдачи экзамена, когда есть единые задания, единые критерии оценки, и когда экзамен проходит не в родной школе, а ученики идут в соседний район, картина становится актуальной. То есть теперь можно уже собирать статистику, какая школа в прошлом году готовила учеников хуже, в этом лучше. Можно собирать статистику по регионам, где школьников готовят лучше, где хуже. На мой взгляд, это всё полезно и нужно делать. Ну, это с точки зрения, так сказать, науки, которая изучает то, как готовят школьников. Это такая посторонняя наука. А вот в наше-то время у нас были экзамены в школах. Я не думаю, что вы сами придумывали их на наши школы. Всё-таки там была программа. Мы по программе экзаменовались. И за восьмой класс у нас были большие экзамены, за девятый немного, за десятый вообще там больше десятка было экзаменов. Мы устно причём сдавали. Там только литература была письменно, и математика письменная, и остальное всё было устно. Представляете, мы умели говорить об этом как-то. А не крест-тихинолики ставить. А потом уже оценивали, какая школа хорошая, какая плохая, какой процент поступает, в какие вузы поступает. Если какой-то провинциальная школа, то вот сколько в вузы нашего города, а сколько в Москву поступили. А вот школу готовят хорошо, и родители уже знали. А теперь и в школу принимают по этим ГИА и ЕГЭ, да? Ну, ГИА. По результатам ГИА принимают в колледже. В колледже, да. А ЕГЭ немного другая история. То есть ЕГЭ принимают в институтах. Если мы говорим про ЕГЭ, то, на мой взгляд, это тоже нужно и полезно. Почему? Потому что как школьнику 10 лет назад поступить из Комсомольска на Амуре в какую-нибудь Бауманку? То есть билет и проживание ему обойдутся, ну, там, тысяч в 60, в лучшем случае. Как ему это сделать? Единственный вуз, который, ну, может быть, есть еще один-два, но единственный, который давал общежитие на время экзаменов, это был МГУ. Соответственно, для такой страны, как Россия, с нашими пространствами, с нашими расстояниями, ЕГЭ просто необходима, на мой взгляд. Не, ну, в мое время, кстати, все вузы давали общежитие, плотненько-плотненько мы там жили, на время поступления. Когда я поступал уже... Уже только МГУ, да? В силу того, что он грандиозный сам по себе имеет площади. Так, понятно. Что касается самих экзаменов, то, что вы говорили по поводу тестов и так далее, да, безусловно, устная часть пропала, то есть экзамены письменные. С другой стороны, они не полностью сделаны из тестов, они не полностью состоят просто из выбора ответов. В каждом предмете есть простая часть, там действительно тест. Она, грубо говоря, для троечников, то есть ее достаточно написать, чтобы сдать на тройку. И есть сложная часть, которая подразумевает под собой анализ текста, сочинение, развернутые решения по математике и физике с решением именно. Эту часть ее проверяет человек. То есть если первую часть проверяет компьютер, то вторую часть проверяет уже экзаменатор. А вот будет тут объективность, когда он вторую часть проверяет? То есть вот для троечников, ладно, есть для них объективность. Там знаешь, сколько будет дважды два, знаешь, сколько будет 70-30 градусов. Ну, молодец, получай свою тройку и иди в большую жизнь, на большую дорогу. А тут-то ведь, опять же, тоже вот как-то вот, когда про отличников-то идет речь, а поступление вот молодого человека из Комсомольска на Муре в какой-нибудь престижный московский вуз, это ясно дело, что речь идет об отличниках, о хороших учениках. В чем тогда преимущество вот этих экзаменов ГИА и ЕГЭ? В чем тогда преимущество-то? Объективность остается только для троечников. То есть, что отличить троечника от двоечника, да, можно объективно. Сказать, что вот тебя завалили двоик, поставили, не дали тебе аттестат, ну, вот, справедливо, потому что ты не смог сдать, да. А вот насчет пятерки, по-моему, это очень так, ну... Вы знаете, все эти анекдоты про великих ученых, какие они были тупые, когда-то были маленькие. Это любимая история, как во сколько лет он поздно научился говорить там кто-нибудь. Я вот не буду называть специально эти все их фамилии, но вы наверняка их знаете, да. Вот какие они были бестолковые. А потом, Надя, глядишь ты, какие, а. Мы на них прямо сейчас молимся, и в наших кабинетах везде висят их портреты. Мне кажется, для таких исключительных случаев все еще остались пути через Олимпиады, через конкурсы, и... Ну, я не знаю, не знаю. Вот это вот как-то вот мне чудно все-таки. А как они приходят? Готовы все-таки? Вот обычный вот к вам материал попадает из школы. Да. Как они? Да нормальные дети. Вполне себе нормальные дети. У нас наши ученики делятся грубо на двух типов детей. Первый тип детей — это дети, которым нужно просто сдать экзамен, которые, может быть, не идут в 10 класс. С ними мы работаем именно на... Это про ОГЭ вы говорите. Да, я говорю про ОГЭ. ОГЭ, да так. С ними мы просто работаем именно вот, даем им программу минимум, что называется, и готовим их к сдаче, чтобы они просто сдали. Вот вторая часть школьников — это школьники более осознанные, которые метят в 10-11 класс, безусловно, и потом уже прицеливаются к сдаче ЕГЭ на высокие баллы, хотят поступать в хорошие московские вузы. С ними немножко другой подход. Вот обидно нашим, наверное, зрителям, которые не из Москвы, а таких, по-моему, большинство у нас, что вот хорошие московские вузы, а значит, за пределами Москвы хороших вузов. Безусловно, есть, просто мы находимся в Москве, поэтому... Поэтому так. Поэтому так, да. Ну ладно. В аналогичный центр региона. Да, вы же готовите москвичей, все правильно. Конечно, да. К нам приходят москвичи просто. Да, да, да. Вот. Так. С ними немножко другой разговор, с теми, кто хочет сдать уже, планирует сдавать ЕГЭ на какие-то высокие баллы. И мы стараемся заложить фундамент, некий фундамент знаний, который потом они будут использовать в 10-11 классе, и который потом им поможет подготовиться хорошо к ЕГЭ. Потому что, так или иначе, задание по ЕГЭ, программа ЕГЭ, она на процентов на 75, наверное, состоит из программы до 9 класса. То есть ЕГЭ – это некое подытоживание. 11 лет, соответственно, очень много знаний из первых 9 классов. Какой процент, вы сказали? Ну, на скидку, может быть, процентов 75. То есть то, что до 9 класса. ОГЭ и ЕГЭ – это вот на 70% перекрываются. Да, где-то 70-75. 70-75. А что же добавляется? Чего не было там? Я могу с уверенностью говорить про математику. Да, 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 конечно, про математику. Добавляются логарифмы, тригонометрия, производность, стереометрия. Ну, в целом. Вот это, стереометрия, логарифмы. Да, высшая математика, но интеграла тоже там, кстати, есть. Интеграла сейчас в школьной программе. Пропали? Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну да, да и производных не так уж и много там. Производных не так уж и много. А вот там тригонометрия грузит бедных детей. Да. И потом вот обычно так вот закончил парень школу, поступил, значит, в вуз, ну или девушка, соответственно. Подучился год, все хорошо, хорошо, там, отличник или хорошист. Вот. И тут, значит, кто-то приходит, слушай, пусть твой моему балбесу поможет. Ну, твой, значит, выходит, он знал. Бац, а он тригонометрию-то забыл, потому что ему не приходилось ее в институте вспоминать, как ни странно. В институте-то этой тригонометрии, как-то она не очень востребована. Не особенно. Все эти вот заковырки, все эти. Ну, там, да, интегральчик там какой-нибудь от синуса-то, да, брал, конечно. Вот. От косинуса тоже. В принципе, да. А вот эти всех этих тригонометрических неравенств, вравнений. С другой стороны, если он повторит, он быстро вспомнит. Нет, я понимаю, я понимаю. Ну, так вы правы, конечно, да, вы в институте уже. Да. То есть вот эти 25%-то можно было бы, на самом деле, как-то и без них учить в институте-то, получается. Только что человек, так сказать, подрос, стал более серьезным. Но я понимаю, что после девятого класса еще очень, так сказать, лопушистые дети такие. А вот все-таки вот после одиннадцатого, ну, на первом курсе, ну, взрослые люди уже. Чувствуется контраст такой. Эти еще как-то. А эти уже, ну. Ну, так все-таки детишки-то, которые к вам в руки попадают из школы, честно только скажите, они как, уже знают вот эту школьную программу, которую надо им на ОГЕ сдавать? Ну, чаще всего нет, чем да. За это они приходят, да. То есть я понимаю, что врач нужен больным, да? А вы в данном случае учитель нужен тем, кто не знает. Часто мы занимаемся профилактикой болезни. А, вот все-таки профилактикой, да? Конечно, мы не всегда выступаем как хирурги. Часто нормальные дети с нормальным уровнем, которых нужно просто, грубо говоря, поддерживать, отшлифовать их знания. Отшлифовать все-таки, да? Ну, есть такие, да. То есть математику они понимают? Это как раз вот второй тип детей, про который я говорил, которые потом метят в ЕГЭ. В принципе, они уже, да, что-то знают. А там, вы знаете, вот не знаю, как в ОГЕ, а вот в ЕГЭ есть такие задачи по математике. Ну, они такие, скажем так, повышенной сложности. Что-нибудь такое из теории чисел, например, фактически, да? И вот как-то вот специально вот такого рода задачи, они ни в каком разделе математики-то школьной, по-моему, их не проходят, скажем так, вот эти вопросы. Вот для чего такие сложные задачи даются? Это чтобы просто вот подчеркнуть, что есть люди, которые имеют возможность заниматься вот такими задачами с теорией чисел, которые, в общем-то, высший пилотаж в математике. Ну, простому инженеру, например, они не очень нужны. Настоящему математику, да, он там это и в шифровании это все идет, и в обращении разных делах. Ну, какому-нибудь студенту МВТУ Баумана, да, который будет делать там ракеты или там самолеты, теория чисел-то не очень нужна-то в таком виде-то. Ну, согласен, именно поэтому. А зачем тогда их туда дают? А ведь это ведь обрезает возможность получить высокий балл, вот эту вот парочку-троечку таких задач, которые там есть, он не решит, и, соответственно, а за них большие баллы даются, соответственно, он от 100 баллов автоматом будет отброшен на уровень 80-85, а это не очень приятно. Там действительно есть одна задача на теорию чисел, это последняя задача, раньше она была от СА-6. Вы совершенно правы, поэтому, именно поэтому, если решить все задачи, кроме нее, то получишь в районе 94-95 баллов. Ну, это все кроме нее, там тоже что-нибудь ошибешься, наверняка. Как не бывает, что ведь все-таки это мандраж, что называется. Я к тому, что ребенку, чтобы поступить, вот как показывают в предыдущие годы, к Бауманку, инженеру, ему как раз 85-90 вполне хватит. Похватает. Да. А последняя задача, именно для тех, кому нужны сверхвысокие баллы, близкие к 100, эти люди, они как раз идут на Мехмат, ВМК, МГУ. Вполне для них эта задача не нужна. То есть это для них, да? Ну, в общем-то, да. Ну, я не знаю, вот, по-моему, у вас в МГУ как раз, вы же МГУшник, с Мехмата, да? А у вас ведь одно время ваш ректор как-то очень скептически, а он тоже, по-моему, с Мехмата, ваш ректор-то, да? Как-то очень скептически относился вот к этому самому ЕГЭ. Мехмат это всегда была элита такая вот нашей высшего образования, да, такого вот физико-математического. И как-то у вас свои были вот эти конкурсные задания, так мы на них молились, мы их читали, изучали, решали. О, какие сложные там задачи, там, да. Вот, на одну задачу могли день потратить, чтобы понять, как же тут к этому подойти, и то там с подсказками какими-нибудь из учебника, да? Вот. А вы-то, ты, там, сколько там, часов 4, часа 4, там, или 5, да, 4 часа, и они вот 5 задач решают, это вообще... Ну, понятно, что это вот, вот кто на Мехмате учится, да? И чувствовали разницу в математике? Вот, скажем, математика для психологического факультета тоже была очень мощная. Да. У них сложная математика была, математика для ВМК, а вот для физфака была попроще. Мне кажется, что физфак был не слабее психфака. Не слабее всё-таки, да? Ну, мне, значит, просто казалось, я сам физик, и мне казалось попроще для физфака. Вот. Ну, может быть, и нет. Может быть, я просто был заточен на физику, и мне не казались эти задачи сложными. Вот Мехматские казались, а вот физфакские не казались. Вот. Кто его знает? Ну, вот это как-то было осознанно. То есть ты поступаешь в определённый ВУЗ, даёшь определённый экзамен, да, под определённую заточку. Я слышал, что сейчас в ВУЗах, не в ВУЗах, а, значит, в школе сдают две разновидности ЕГЭ по математике. Одна какая-то такая вот... Базовая и профильная. Базовая и профильная, да. И причём бывают такие люди, которые поступали, ну, поступают там какой-нибудь не на математический профиль, ну, а так получилось, что вы к школе сказали, ребят, все будете сдавать, так сказать, профильный экзамен по математике. И они получили не очень высокие баллы, из-за этого пострадали, поступая там на какой-нибудь там ИНИАС там или что-нибудь такое вот. Профильный, он по шкале от нуля до ста баллов. Да. И профильный, он идёт в зачёт для ВУЗа. Да. То есть, например, там, на Мехмат сдают там математику, русский и русский математик. Не, математику сейчас все сдают. Ну, да, только смотрите, например, чтобы поступить на какой-нибудь там ИНИАС, математика, зачёт не идёт. То есть, ребёнок просто сдаёт базовую математику, чтобы выпуститься из школы. То есть, там от нуля до пяти баллов отца. Хорошо, а на экономический она идёт. Зависит от экономического. То есть, есть экономы, где нужна математика, её ребёнок должен сдавать профильный. Профильный или хватает им базы? Вот есть те, где нужно сдавать профильный, и там она идёт, зачёт суммируется. А есть экономические, где от них требуют там русские общества знания, какую-нибудь историю. То есть, это зависит от ВУЗа. Я видел одного такого своего студента, такой весь такой умный-умный, интеллигентный-интеллигентный. И он, значит, сдавал в МИФИ, а сдавал он туда ЕГЭ. Там, оказывается, в МИФИ принимают студентов, чтобы они там у них сдавали ЕГЭ. Такое есть сейчас, да? Да, по-моему. Да, вот он там, сами там они сдавали ЕГЭ. И у него как-то так получилось, что-то он неправильно запомнил вот ту часть, где повышенные сложности. И у него осталась только вот та вот база, какой-то такой очень низкий бал. Он получил, но и туда не прошел. Ну, какая-то техническая вот ошибка была. Ну, то есть, вот я вижу, что он такой весь из себя умненький, а вот от того места, куда он хотел пойти учиться, он решительно был отдален. Если раньше, например, поступал человек в МИФИ в то же самое, и провалился. Ну, бывает такое, да? Ну, там тройку получил, двойку получил. Ну, что-то сбойнуло. Это же спорт, честно говоря. Вот экзамен – это спорт. Вот так мы к нему относимся. Вот в наше поколение относилось. Можно хорошо выступить, можно слабо выступить. А тут получается такая вещь, что вот он хорошо, он, значит, в МИФИ провалился, а в МИФИ в мое время поступали в июле месяце. В июне мы сдавали в школе, а потом в июне все прочие вузы, так сказать, для нас двери распахивали. А теперь он уже получил плохие баллы-то, все, он уже... Двери-то для него особо никто не распахивает, получается, из хороших вузов-то. Как раз по-моему. Ему только пересдавать тогда идти на следующий год. А так, видите, как вот, когда целевым образом идешь поступать... Сейчас я вам объясню, в чем проблема, на мой взгляд. Вот одно дело – экзамен за школу, да? И мы ее в школе сдавали. А другое дело – экзамен в вуз. И его сдает в вуз. Он смотрит, подходит нам человек или не подходит. В конце концов, вот, ну, экзаменаторы-то уже знают, годится этот человек в физике или в математике, он просто видит. Или это не его. Или ему надо в театральный лучше идти, да? Вот такие вот. Ну, да, грубо говоря, условно говорю. Вот. А тут вот один раз дал, и вот на всю жизнь, как бы сказать, клеймо такой, штамп. А на самом деле экзамен – это спорт. Даже самый, так сказать, чемпион мира, команда какая-нибудь может проиграть с большим счетом слабой команде. Правда ведь так бывает в спорте? И вот этот экзамен – спорт. И вот этот человек, тем более, один, это же не команда. Он может запросто сдать плохо, завалить. Заволновался, что-то случилось, еще чего-то. Я понимаю, что на следующий год пересдавать там, да, можно? Да. Ну, извините, это немножко не то. Вы правы, безусловно, есть логика. Ну, что можно сказать? Во-первых, они именно для этих целей и постоянно устраивают им в школе пробные ЕГЭ. То есть они приходят куда-то и тренируются вот в обстановке. А сборные тоже тренировки имеют? Ну, понятный дело. Сборы у них, тренировки суровые причем. Такое может быть. Но если он сдал на два, то и будет пересдача. Если он просто плохо сдал, но сдал, то есть другие предметы, на которых он может собраться, набрать высокие баллы, и по совокупности баллов все равно пройти в нужный вуз. Последний вариант – это все равно он какую-то сумму баллов набирает, и он не попал в один вуз, попадет в другой вуз. Ну да, то есть это теперь реалии другой совсем жестокой правды жизни, да? Ну, безусловно, ситуация изменилась. Да, вот, пожалуй, теперешняя ситуация в образовании стала жестче. Вот в этом сегменте образования, о котором мы сейчас говорим, да, о сдаче. Жестче, бескомпромиссней. Так-то раньше ведь учителям сдает, но он волнуется, понятно, ну, пятерку, конечно, ему поставить, ну, ладно, да, четверку, ну, плохо, волнуется, плохо, давай четверку. Все, ну, ну, это все-таки одна четверочка-то, понимаете, как? А потом там за прошлые годы оценки, там тоже на это можно посмотреть все как-то. А здесь вот только эти очки, и все, голы, секунды. И все это делается автоматически, практически. Приемная комиссия на них ведь не смотрит, вот, в глаза-то не заглядывает. Принимает документы, принимает очки, чтобы не ехать из Комсомольска-на-Морь, ваш пример, чтобы не ехать из Комсомольска-на-Морь в Москву. Ну, оценки, по-моему, аттестаты все равно смотрят, то есть, да, в ВУЗы и сейчас. А насчет того, что нет контакта между приемной комиссией студентом, когда я поступал, такого тоже особо не было. Был устный экзамен, да, а чтобы какое-то собеседование проходить. Не, ну, устный экзамен-то уже есть, это уже ведь, вот он, контакт. На этом устном экзамене не видно, годится ли нам человек или не годится. Вот мы же своих студентов знаем хороших, ну и плохих тоже. И вот он на кого больше похож, на плохого или на хорошего студента, по его манере поведения, по ответам, по языку, по тому, как он к вопросам относится. Ну и, соответственно, нужен нам такой или не нужен, сразу видно. В соответствии, не нужен мы ему плохую оценку поставим. Нужен? Хороший. В принципе-то тут мы сами себя отбираем, да, получается, преподаватели-то. Не везде же были устные, опять же, экзамены. А где? А где, скажите, а где не было устного экзамена? Я что-то не представляю. Хотя бы один был устный, да? Фиг, да, был устный. Но литература письменная была, ну, математика письменная была. Но если была математика письменная, обязательно была и устная. Вот физика была обязательно устная. На физтехе там давали еще и письменную физику, да, но этого не как сверху. Но физика устная, это обычное дело. Я понял, то есть вам не нравится ЕГЭ? Да я по-стариковски просто, и не то, что мне не нравится, я просто хочу понять, а как к этому приспосабливаться в жизни. Мне-то нравится, потому что это способ еще раз поучить молодежь математики, я понимаю. Подготовить их к ЕГЭ, я понимаю, это еще один способ. И, кстати говоря, на самом деле-то, я так вот, по-моему, вы разделяете мою точку зрения, как я понимаю. Если человек знает предмет, то он все-таки ЕГЭ-то сдаст. Безусловно. То есть главное лекарство от этой болезни быть, так сказать, здоровым человеком, да, предупреждение всех проблем на ЕГЭ и ОГЭ, это то, что человек знал бы свой предмет. Безусловно, да, если человек знает математику, знает русский, то он сдаст экзамен в любой форме. Либо должен прийти и отполировать вот на такие курсы, как ваш. Да, совершенно верно. Ну ладно, время наше стекло, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Вот и публике нас спасибо за внимание. Многие, наверное, наши зрители вот сейчас как раз думают о том, как готовится к ЕГЭ, ГИА. То есть вот мы надеемся, что для вас эта тема наша сегодняшняя была актуальна. Всех благ вам. Пока.